Как перестать уговаривать себя в том, что завтра вы будете работать лучше? Часто ли вы, уставший, в конце дня испытываете ощущение неудовлетворенности от того, что день прошел, а вы всего-то и успели, что ответить на несколько писем, да провели пару часов на совещании, но вы успокаиваете себя тем, что завтра вы будете работать лучше? Завтра все будет лучше и иначе. Завтра вы не будете откладывать дела. Завтра вы будете следить за своим расписанием. К сожалению, мы забываем, что наши сегодняшние модели поведения именно сегодня закладывают то, как мы будем вести себя завтра. На основании результатов экспериментов, когда участники полагали, что завтра им представится новый шанс, их сила воли давала сбой. 83% участников, делая выбор в пользу решения, которое уводило их от своей цели, твердо верили в то, что завтра они поступят правильно. Только 36% из них завтра при повторе эксперимента следовали своим обещаниям и делали правильный выбор. А 36% от 83%, друзья мои, это всего лишь 30% от 100%, могли сделать завтра правильный выбор. Но как потом они честно признались, они просто запомнили, что они участвуют в эксперименте. Смотрите, всего лишь одна треть, а на деле и того меньше, могут похвастаться придерженностью к своим обещаниям вчера, что завтра будет лучше и что они смогут сделать что-то, что отличается от их текущих поступков сегодня. А если, значит, не прикладывать усилия к вашему развитию, вашей эффективности, вероятность изменения модели поведения на завтра стремится к нулю. Ноль – это очень самонадеянный оптимизм. Мы готовы, несмотря на то, что в прошлом так и не начинали новую жизнь, верить в то, что завтра будет все по-другому. Завтра. Что же до управления временем, то я много раз слышал о том, как эффективные руководители зачастую затягивали решение вопросов, переносили выполнение дел и говорили себе, успокаивая, я сделаю это завтра. Но завтра не помогало, дела копились, и они мешали руководителю быть по-настоящему эффективным в моменте, здесь и сейчас. Это похоже на дурную аффирмацию – завтра, 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 завтра. А когда наступает завтра, этих дел становится так много, что вы начинаете ощущать чувство вины. А накопленная усталость не дает вам быстро разделаться с делами, вызывая лишь разочарование. Высока вероятность того, что сработает привычный защитный механизм – я сделаю это завтра. Но свободное от завтра дел все никак не наступает. И в итоге все поспешно делается в последнюю минуту. Наша с вами цель – признать проблему и изменить свой подход, перестать откладывать дела на завтра. Сегодня мы работаем в парадигме «сегодня». Чтобы прекратить откладывать дела на потом, необходимо отказаться от любой возможности перенести дело на будущее. На помощь вам придут следующие техники и приемы, которые вы уже знаете. Планирование дня, бюджетирование задач и дедлайны. Бюджетируем время. Шаг первый. Достаточно просто взглянуть на план дня, чтобы даже уже приблизительно оценить свое время и затраты по наиболее важным делам. Шаг два. Посмотрите на дедлайны каждой из задач и определите из них самые приоритетные. Выбрав наиболее приоритетные задачи, определите те, которые требуют выполнения вашей работы в процессе нескольких дней или недель. Теперь распределяем. Шаг три. Возьмем для примера проект, который вам необходимо выполнить в течение четырех недель. Время каждого блока в течение недели на основе предварительного бюджетирования примерно два часа. А значит, вам нужно найти тот день, в котором между жесткими, то есть привязанными ко времени делами, есть воздух в размере равным или даже больше, чем длительность два часа. Ставьте в расписание в этот промежуток двухчасовой блок. Привяжите его конкретно ко времени, тем самым трансформируя его в жесткую задачу. Так, распределив время в течение четырех недель на двухчасовые, жестко привязанные к конкретному времени блоки, вы как минимум сформируете себе приоритетные задачи. А дальше лишь ваша самодисциплина поможет вам придерживаться данного подхода. Разумно используя сегодня, перестав полагаться на завтра, ваша эффективность резко возрастет. Все зависит от вас. Сегодня завершающая сессия вводного курса «Личная эффективность руководителя». Надеюсь, вы пришли к выводу, который я транслировал вам через все предлагаемые вам инструменты и техники. Никто, кроме вас, не отвечает за вашу эффективность. Однако, я также понимаю, что будучи одни, наедине с реальностью, это звучит примерно так же, как вдруг в разгаре боя оказаться одному так с личной эффективностью не справиться. Во многом, ваша победа или поражение предопределены в том числе и культурой управления временем, самой компанией, в которой вы работаете, и эффективностью вашего руководства. Если от вас ждут на любой вопрос, реагировать немедленно, ежечасно поступают разнонаправленные распоряжения, и у вас нет возможности хоть немного выдохнуть, то вам будет сложно выстроить свою собственную систему. Сложно, но возможно. Однако, предупреждаю, вам будет нелегко, но зато в результате вы получите гораздо больше, чем вы имеете сейчас. Среда будет препятствовать вам и мешать настройке вашей системы из-за перечисленных выше причин. Единственное, что вы сможете сделать, это принять решение создавать свою систему управления временем, не жалея на это сил, и шаг за шагом внедрять ее в свою работу. Самомотивация, завтра и сегодня, бюджетирование и распределение.